Привет! Я Дарья Поздняк и начнем. Для начала я сделала легкий подготовительный наброс с карандашом. Теперь мне нужно смочить мой лист с обратной стороны полностью. Весь лист широкой кистью. От середины к краям. Нужно активно смочить мой лист. Нужно промочить края повторно. Здесь я смочу только края, потому что я буду заливать сначала фон и лицо мочить не буду. Убрать пузыри. Большой кистью я смочу фон и подойду к лицу. Чтобы пигмент, который я буду заливать, равноверно распределялся именно туда, куда мне нужно. Края у меня еще мокрые, поэтому на края можно не мочить. Нужно именно пройти силуэту лица. Теперь я набираю пигмент. Работать я буду одним цветом. Это будет грязаль. Набираю пигмент, хорошо его размачиваю. Набираю на большую кисть побольше. И ввожу пигмент в ту область, куда я намочила. Надо было заранее намочить его. Я забыла. Тонким кончиком я могу прям подойти к лицу. Я забыла. Тонким кончиком я думаю. Тонким кончиком я понимаю. Продолжение следует... Теперь кистью поменьше я пройду и смягчу кое-где края и что-то затяну внутрь, какие-то элементы, например, брови. Вот здесь можно верхние века чуть-чуть затянуть. Чтобы не было вырезано, обязательно нужно где-то завести эти резкие касания, завести внутрь. Не обязательно везде, не обязательно много, но нужно обязательно это сделать, иначе наше лицо не будет в пространстве, оно будет как будто вырезанное. Я промакиваю кисточку от бумажной полотенца, чтобы не было много воды. И тяну пигмент из фона в лицо. Если немножко уже подсохло, не очень мокро, то можно пройтись даже по лицу. Но только смотрите, чтобы кисточка не была мокрая. Чтобы она была как бы... Вот смотрите, я ее в воду, потом я ее об салфетку, она лишняя вода уходит. Иначе все ужасно потечет. Мы не сможем остановить это движение. Вот, аккуратненько по краю прохожу, вот так смягчаю. Если здесь очень мокро, то вот это делать нельзя. Только позже. То есть, когда вот здесь уже немножко... Поэтому вы видели, я сначала делала части лица, в которые темные моменты, в которые не страшно, если потечет. А когда уже подсохло, я стала делать те, которые вот именно где вот здесь у нас свет, куда нельзя, чтобы далеко текло. Вот, с этим будьте осторожны. Да, у меня тут образовалось пятно. Чтобы мы потом его уведем в какой-нибудь... Так, давайте дозальем фон. Чтобы уже к нему не возвращаться. Я люблю сочетание индиго с лимонной. Поэтому добавлю сюда немножко лимонной. Не переживайте за цвет, сейчас все высохнет. И она... Он успокоится. Также можно немножко в него добавить. Вот так. Я промакиваю, потому что у меня мокрая бумага. И я буду просто создавать симметрии тех пятен, которые я уже посадила, когда затягивала фон сюда. Так, в глазах важно оставить блячки. Давайте мы их сразу обведем. Вот тут будет у меня один блячок. Я закрою тогда радужку и закрою зрачок с светлым тоном, чтобы выделился блячок и его уже не потерять. На двух глазах сделаю. Одинаковые блячки. Блячки всегда с одной стороны. Оттуда свет, значит, два блика, оба оттуда. Оттуда свет, значит, вот эта часть века, вот эта, она будет потемнее. Так, и вот здесь так же. Так как свет оттуда. Так, хорошо, с глазами мы закончили. Можно вот здесь еще сделать, только надо делать светлее. Здесь сделаем большую заливку тональную по лицу, вот здесь. Так, мы красим по-сухому, надо очень осторожно, во-первых, чтобы не был очень темный пигмент. Во-вторых, когда мы положили по-хорошему чистой влажной кистью, надо пройти вот с этой стороны. И чуть-чуть край смягчить. Так, и вот здесь тоже надо положить такую же зону теневую. Так, и вот здесь. Так, и вот здесь. Так, тут у нас мокро. Можно было бы залить волосы, но у нас мокро вот здесь. Хорошо, давайте тогда пока нос проработаем. Здесь у нас есть площадка. Тюненькая. Здесь маленькую-маленькую тенюшечку. Не увлекайте, пожалуйста, у женщин складочками, морщинками и прочим. Можно делать только очень деликатно. Вот эту всю зону, я думаю, можно положить в тень. Потому что свет же сверху еще идет. Поэтому можно. Так. 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 Стинни. Так, окей, и наверное, нет, нельзя еще класть волосы, хорошо, давайте ухо сделаем, волосы нам нельзя класть. Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Так, тут будут темные волосы, кубок подходить. Субтитры создавал DimaTorzok Так, я все-таки залью волосы, здесь не до конца еще высохло, но тем не менее. Я постараюсь просто здесь особо не вылезать, не касаться туда. Так, значит, прежде чем класть пигмент, я немножечко подмочу другую кистью, потому что... Хотя бы серединку. Вот, теперь буду заливать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Могу выбрать чуть-чуть тут как бы по волосам Кусочек А здесь уже как раз пусть идет. Вот, и теперь мне нужно смягчить к лицу обязательно. Обязательно, иначе будет вырезано как будто бы парик. Кисть должна быть влажная и отжатая, иначе потечет. Видите, как сразу смягчается касание? Можно даже немножко тоном как бы затянуть на лицо, потому что там же есть короткие волоски, и от них идет тень, соответственно, там какая-то небольшая тональность. Так, хорошо, в ухе теперь можно посадить акцент. Тут уже все подсохло. Чтобы не было вырезано, здесь завожу немножко. Чтобы разбить вот эту вот обводку уха, завожу как бы с волос на шею. Но при этом вот здесь смягчаю. Так, здесь тоже чуть-чуть смягчить надо. Так, давайте в глазах теперь наметим зрачок. Так. 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 Вот смотрите, мы мазочки положили. Теперь мне как бы надо их размыть. На носу указать, где у нас примерно носочек пойдет. Акцент в губах. Здесь у нас еремная ямка. Акцент в губах. Давайте поправим еще разок, пройдемся. Попробую их рисовать ворсинками. Чтобы они не были такими вырезанными, мы опять немножечко смягчим. Смягчим мы вот сюда. Смягчим мы вот сюда. Смягчим. 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 Попробую. Смягчим. 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 Дону понемножку и смотреть. Дону понемножку и смотреть. Дону понемножку и смотреть. Теперь я его должна смягчить. Вниз смягчила и нужно смягчить вверх. Можно еще чуть-чуть добавить вот здесь. Тут мне нужно, бумага уже подсохла, можно немножко подмачивать сначала, потом класть пигмент и смягчать края. Вот это место, чтобы немножко сменить и обязательно смягчить. Дону понемножку. Вот это место. Шея вся на самом деле находится в некоторой тени. Поэтому ее можно углотнить. А здесь как бы свести на нет. Вот чуть-чуть как бы обратите мышцы. Смотрите, у нас внутри, где белочек внутри глаза, там же тоже тень. Тень падает от верхнего века, и в принципе там тень, потому что белок, он как бы немножечко туда утоплен в глубину. Поэтому можно закрыть весь, а можно закрыть, оставив какой-то кусочек, фрагментик. Теперь у нас толщинка глаза проявится лучше, толщинка нижнего века точнее. Так, можно усилить зрачок. Так. 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 для того чтобы смачивать кисть побольше вот такую буду ей смачивать вот я хотела чтобы волосы пошли серединку пятно а эти ворсинки серединку пятно когда вы смачиваете сначала у вас получается более живая заливка где-то вы положите линию по сухому где-то вы положите по мокрому и от этого ваша работа будет более свежей менее предсказуемой конечно вы будете поправлять если вы где-то неудачно мазнули или наоборот удачно мазнули так а теперь я должна немножко смягчить кое-где чтобы это не было очень разрозненно не было чтобы дробно можно даже к фону вплавить фон так и надо обязательно списать к лицу смягчить помните мы говорили чтобы не было вырезано так и еще разочек я поправлю зрачки усилия теперь поставим подпись обязательно с подписью кстати тоже можно немножко тонально поработать она не обязательно должна быть столько линейный на этом все с вами была дарья поздняк и до новых встреч